Преследование, пытки, похищение людей. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, за что таджикское правительство скоро могут наказать. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Human Rights Watch раскритиковал Таджикистан за событие Губау и нарушение права и свобод человека. В Душанбе с критикой согласны не все. В очередном докладе Международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 12 января, власти Таджикистана обвинены в подавлении мирных протестов в Губау о давлении на журналистов и правозащитников, жестоком обращении с политическими заключенными, отсутствие объективного расследования по конфликту на Градице с Кыргызстаном, отсутствие эффективной борьбы с домашним насилием. Душанбе такую критику воспринимают неоднозначно. Независимые эксперты и журналисты разделяют оценки правозащитников. Околовластные круги обвиняют их в предвзятости. В докладе за 2022 год говорится о событиях Губау, где, по оценке Human Rights Watch, с ноября 2021 года по июнь 2022 года в результате действий сил безопасности по подавлению протестов было убито не менее 40 человек, а в ходе последующих антитеррористических операций арестовано не менее 46. С сотням предъявлено обвинение за участие в протестах. Отмечается также об арестах журналистки Ульфа Тханима Матшоевой, приговоренной к 21 году заключения и 13 членов комиссии 44, депортации из России интернет-активиста Шадруза Ахророва, приговоренного затем в Таджикистане к шести годам лишения свободы за призыв к экстремизму через интернет. Правозащитная организация упоминает также приговоры в отношении журналистов и блогеров Абдулу Гурбати, Нидалери и Мамали, обвиненных в причастности к запрещенным в Таджикистане организациям ПИФТ и группе 24. Human Rights Watch также указывает на жесткую цензуру СМИ, преследование журналистов. После интервью с Маматшоевой четыре журналиста из радио «Зади» в настоящее время подверглись нападению. Неизвестные похитили их оборудование и мобильные телефоны, жестоко избили и угрожали убить одного из них, говорится в докладе Human Rights Watch. В отчете говорится о предупреждении от Генеральной прокуратуры Таджикистана в адрес СМИ с требованием не освещать события в ГБАО, в результате чего медиагруппа «Азия плюс» приостановила освещение. Упоминается и ограничение профессиональной деятельности радио «Зади» из-за отказа выдачи долгосрочной аккредитации ее журналистам, а также давления на сотрудников независимого телеканала «Азда» и ограничение выезда их родственникам, находящимся в Таджикистане за границу. Независимый эксперт Абдумалик Кадыров отмечает, что многочисленное наказание в адрес журналистов и блогеров в этом году можно сравнить с периодом гражданской войны, хотя и по количеству это не одно и то же. Это говорит о большом давлении на свободомыслие, инакомыслие и критику. Последствием этого будет усиление самоцензуры. Таджикистан будет терять позиции в международных рейтингах, что негативно скажется на развитии страны, говорит Кадыров. Представители правительства и околоправительственных кругов придерживаются другого мнения. По словам Сайфула Сафарова, конечно, можно сказать, что 10-15% приведенных в докладе фактов имеют под собой почву, но это с какого ракурса посмотреть? На одно и то же событие можно смотреть с разных ракурсов и интерпретировать эти события по-разному. Сами факты, конечно, реальные, но как их интерпретируют, это неверно. Это не так. А как вы относитесь к таким мнениям? В докладе говорится о насильственном исчезновении из России как минимум семи активистов в период с ноября 2021 года по август 2022 года, двое из которых имели российское гражданство. Ссылаясь на рассказы родственников задержанных, правозащитники говорят о возможном применении пыток в их отношении. Упоминаются и осужденные члены ПИФД, которые, несмотря на призывы международных организаций к освобождению, остаются за решеткой. Не было проведено подлинного расследования и не привлечены к ответственности виновные в беспорядках тюрьма Худжанда и Вахдата в ноябре 2018 года и мае 2019 года, в результате которых при невыясненных обстоятельствах погибли не менее 50 заключенных и 5 охранников. А в июле 2019 года 14 заключенных погибли от отравления при переводе в тюрьму, говорится в докладе. Джамс Шет Йоров, таджикский юрист и глава фонда Бузургхмер, говорит, что количество политзаключенных в Таджикистане в этом году возросло в несколько раз. Ни один из политических заключенных не был освобожден, и ни у одного из них не изменились условия в лучшую сторону. Я думаю, что требования международных организаций, дипломатического корпуса об освобождении политических заключенных или изменения в их отношении меры пресечения не смогут быть эффективными, пока не будут подкреплены соответствующими санкциями, полагает Йоров. Международные правозащитные организации ежегодно критикуют официальные Душанбе за нарушение прав человека и давление на гражданское общество, которое, по разным оценкам, в Таджикистане, в принципе, утратило свои функции. А как вы относитесь к таким обвинениям и согласны ли вы с ними? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok